Привет! Меня зовут Тимофей. Я наставник в школе онлайн-подготовки к ЕГЭ «История Сэри Смит». Уже совсем скоро вам предстоит сдавать ЕГЭ, а значит, самое время разобраться, как вести себя в день проведения экзамена и, самое главное, как правильно заполнять бланки на ЕГЭ. Руководствоваться мы будем нашим опытом и порядком, установленным Рособорнадзором, с которым вы можете ознакомиться по ссылке в описании под видео. Экзамен начинается в 10 утра по местному времени. Приехать вам нужно примерно за час до этого в школу, где он будет проходить, то есть в пункт проведения экзамена. Заранее приехать нужно по той причине, что вас будут расставлять, распределять по аудиториям, заводить в аудитории и рассказывать, как правильно себя вести. Вам скажут, что можно делать, а что делать нельзя. Если можно, то как правильно это делать. Например, вам расскажут, как заполнять регистрационный бланк и проверят, как вы это сделали. Если вы опоздаете на экзамен, вам не будут продлевать время его написания и не будут зачитывать инструкцию. Поэтому будьте внимательны. За день до начала экзамена проверьте, все ли у вас готово, чтобы принять в нем участие. Но что должно быть? Во-первых, паспорт. Без него вас не пустят в пункт проведения экзамена. При этом паспорт должен быть без обложки и дополнительных вкладышей. Если вдруг вы забудете паспорт, вашу личность сможет подтвердить сопровождающий вас учитель. Но нужно быть внимательным, потому что без паспорта вы не сможете заполнить бланк регистрации, в который нужно внести паспортные данные. Во-вторых, нужно взять с собой три гелевых ручки черного цвета. Заранее проверьте, удобно ли вам ими писать. Не пренебрегайте возможностью взять с собой воду и шоколадку, ведь только сам экзамен по истории длится 3 часа 55 минут. Если вам необходимы лекарства, вы имеете право взять с собой их в аудиторию. Никаких телефонов и шпаргалок в пункт проведения экзамена проносить нельзя. Поймают, удалят с экзамена, и перерезать вы сможете только через год. Если вы принесли к школе телефон и шпаргалки, вы можете всегда их сдать учителю, который вас сопровождает, или оставить их в специально отведенном месте в школе. Если ко дню экзамена вы заболели, на него можно не идти, но для этого вам нужна справка от врача. Тогда вам дадут возможность пересдать его в резервный день. Если у вас есть какие-то особенности здоровья, например, инвалидность, то для вас предусмотрен особенный порядок проведения экзамена. Чтобы воспользоваться этим порядком, необходимо заранее ознакомиться с порядком проведения ЕГЭ вместе с родителями и обратиться в вашу школу. Когда вы, наконец, попадете в аудиторию и вам выдадут заветные бланки и листы с заданиями, обязательно проверьте, все ли на них правильно пропечатано. Например, видно ли все картинки и все ли буквы есть в тексте. Если нет, то вам обязаны заменить эти бланки на новые. Как заполнять бланки? Первое, что нужно помнить, бланки заполняются строго так, как показано на примерах в самих бланках. Всего у вас будет три бланка. Бланк регистрации, бланк ответов на первую часть и бланк ответов на вторую часть. Правила заполнения бланка регистрации вам подробно расскажут в день проведения экзамена. Когда вы приступите к заполнению бланка ответов на первую часть, важно помнить следующее. Ответы вносятся в каждую клеточку с заглавными буквами без пробелов. Например, если нужно вписать «путь из варяг в греки», он пишется слитно большими буквами в каждой клеточке. Цифры также вносятся в отдельные клеточки. Если вам нужно вписать слово, которое превышает отведенные для этого клеточки, сначала проверьте, правильно ли вы подобрали ответ. Потому что, как правило, ответ должен помещаться в отведенную строку. Если вы перепроверили и все верно, вносите ответ, невзирая на клеточки. Если вас спрашивают век, то он вписывается не цифрами, а буквами. Например, 20. Если просят назвать фамилию, то так и записываем. Например, Хрущев. При этом можно использовать как букву «ё», так и букву «е». Если в ответ необходимо вписать «монарха», то пишем полностью. Либо Алексей Михайлович, либо Николай II. Если просят указать город, указываем в именительном падеже. Например, Рапала. То есть город, где был заключен Рапальский мирный договор между Советской Россией и Германией. Если в самом задании уже указан век, а вас просят назвать десятилетие, то так и записываем. Например, 60-е. Если вас просят написать год и формулировка задания похожа на событие «произошло в 1900 таком-то году», то в ответ записываем только год. Например, 17-е. Если вас просят назвать пропущенное в тексте слово, то в ответ его необходимо вписать в той форме, в которой оно подразумевалось в самом тексте. И последнее – дефис «писать можно». Часто возникает вопрос, как писать – Турция или Османская империя, Польша или Речь Посполитая. Иногда, конечно, эти понятия являются синонимичными и засчитываются одинаково. Но лучше всего использовать такое название государства, которое соответствует историческому периоду в вашем задании. Если вы ошиблись и внесли в ответ неправильную цифру или слово, их всегда можно исправить. Для этого необходимо воспользоваться расположенной внизу бланка номер 1 графой «Замены ошибок». Туда нужно вписать правильный номер задания и правильный ответ. Когда вы приступите к работе с бланками вторых частей, помните, что их проверяют живые люди. Поэтому необходимо указывать номера всех заданий, выполнять их последовательно, писать для каждого задания шапку, то есть краткое условие этого задания, пропускать строчки между отдельными пунктами ответов и отдельными заданиями и писать разборчивым почерком. От того, насколько понятно вы напишите вторую часть, прямо будет зависеть балл, который вы получите. Вот мы и обсудили бланки, но не стоит забывать про черновики и работу с ними. Мы рекомендуем следующий порядок выполнения ЕГЭ. Сначала прорешайте на черновике тест и отложите его. Затем приступайте ко второй части. Также пропишите ее полностью на черновике. Затем передохните. Сходите в туалет, попейте воды, съешьте шоколадку. Потом вернитесь к своим бланкам, перепроверьте тест и перенесите его в чистовик. Если у вас останется время, дополните свою вторую часть на черновике и переносите ее в чистовик, дополняя и раскрывая ответы. Помните, минимум за час до окончания экзамена вы должны начать переносить ответы из черновиков в чистовик. Иначе можете не успеть, а черновики не учитываются при проверке. Такие дела. Сохраняйте спокойствие, будьте внимательны, все будет круто. Так победим. Удачи! Необходимо воспользоваться... Заходи уже, е-мое. Если нет, сразу приступайте к... Почему? Такие дела. Сохраняйте... Сохраняйте... Продолжение следует...